Ребята, всем привет! Рада видеть вас на моём канале, и мы не виделись с вами целых две недели, и это целая вечность, я знаю, поэтому сегодня я наконец-то исправляю эту ситуацию. Кстати, я очень надеюсь, что картинка не очень тёмная, потому что у нас нет солнца уже очень-очень много дней, меня это безумно расстраивает. Это, кстати, ещё одна причина, почему так долго не было видео, но я всё-таки надеюсь, что камера это как-то исправит, и всё не так плохо. Как вы уже поняли из названия видео, речь сегодня пойдёт о моём iPad. Вы меня просили под моими прошлыми роликами дать какие-то советы по-воду приложений, которые я использую для учёбы на iPad, так что сегодня я вас услышала и наконец-то снимаю такое видео. У меня iPad Air четвёртого поколения в зелёном цвете, и, как вы видите, чехол также зелёный. На самом деле, я только что вспомнила, что я на нём делала гравировку при покупке, и я даже не могу вспомнить, что я на нём писала, потому что мне купили его полгода назад, и тогда же я надела на него чехол. Поэтому я думаю, что вместе с вами мы попозже посмотрим на мой iPad без чехла, и я заодно сама вспомнила, что я там писала. В нём 64 гигабайта, и я поначалу думала, что этого будет очень мало, что мне этого будет не хватать, но на практике оказалось, что этого более чем достаточно. Я скачиваю сюда все свои предложения, которые мне нужны, учебники для университета, пишу здесь свои конспекты, так что всё хватает, всё хорошо. Через полгода после покупки памяти ещё не закончилось, поэтому я думаю, что всё более чем в порядке. Так что если вам также нужен планшет для учёбы, берите 64 гигабайта, думаю, что вам тоже должно хватить, как и мне. Как и обещала, показываю iPad без чехла. На самом деле, я бы с удовольствием носила планшет и без него, но так как я часто беру его с собой на учёбу, мне просто страшно, что он может поцарапаться в сумке. На обратной стороне у меня выгравирована надпись What's stopping you, что в переводе на русский означает, что тебя останавливает. И на стилусе я также сделала гравировку в виде небольшой звёздочки. Рабочий стол моего планшета выглядит как-то так. На нём всего две страницы. И на первой странице у меня находятся приложения, которыми я пользуюсь для учёбы, а на второй странице всё остальное. И, наверное, начнём с неё, быстро пробежимся, чтобы потом к ней не возвращаться. В первой папке у меня все приложения, которые мне либо не особо нужны, либо которыми я очень редко пользуюсь. И также у меня здесь дубль приложения Миру. Оно у меня находится на главной странице и в этой папке. Я до сих пор не понимаю, почему оно дублируется, но если я удалю, к примеру, приложение из этой папки, то оно удалится и на главной странице. Наверное, можно их удалить и скачать заново, но я пока решила просто оставить дубль в этой папке. Далее у меня идёт папка со всякими магазинами и маркетпейсами, которыми я, кстати, не очень часто пользуюсь, но, тем не менее, они мне нужны. Также у меня здесь находится приложение Procreate InShot. В Procreate я пытаюсь освоить рисование на планшете, а в InShot я часто делаю обложки к своим видео. Вы можете увидеть у меня приложение iMovie. В нём я монтирую свои видео, правда, обычно я это делаю на ноутбуке, но всё же бывают такие случаи, что монтирую я не дома. С собой может оказаться только планшет, и установленное приложение iMovie на iPad меня спасает. На этой же странице у меня Pinterest, я обожаю делать в нём всякие подборки из картинок и фотографий, и частенько там залипаю. Можете также меня там найти, подписаться и посмотреть мои доски. И, наверное, из самого неинтересного на этой странице остались приложения ВКонтакте, Oka, там я иногда смотрю фильмы, два приложения с VPN, которые пока что работают, и Zoom для онлайн-пар. И мы переходим на основную страничку, и, как вы уже заметили, у меня здесь оформлено всё максимально просто, но я всё же думаю найти время и сделать здесь всё очень красиво, поменять обои, добавить классные виджеты, в общем, сделать очень крутое оформление, вы понимаете, о чём я говорю. Если вы хотите, чтобы я оформила рабочий стол своего iPad вместе с вами, то пишите в комментариях, и я обязательно сниму такое видео. На данный момент у меня здесь несколько виджетов с покотой, календарём, также у меня есть виджет с книгой из Литреса, которую я сейчас читаю, и ещё один с уровнем заряда iPad. Самое главное и самое, наверное, наиболее используемое мной приложение на iPad это GoodNotes. Наверное, о нём не упомянул только ленивый в подобных видео про приложение на iPad, но оно реально классное для учёбы, и я всё же скажу о нём пару слов. Как вы можете видеть, здесь у меня много различных папок, в которых у меня хранятся учебники и конспекты. И, кстати, для меня это один из самых больших плюсов этого приложения, так как я могу хранить свои записи и учебники в одном месте. Как по мне, это очень круто. Одна из моих любимых функций здесь — это выделение текста. Можно выделить всё, что угодно, и цвет, которым вы выделяете, как бы уходит назад за текст, и мне это очень нравится. Также я веду конспекты на планшете по некоторым предметам. Хоть я её очень люблю писать от руки на бумаге, мне также очень нравится делать электронные конспекты. Также я хотела рассказать вам, как с помощью GoodNotes я планирую своё время. Как вы знаете из прошлых видео, я обычно использую бумажные ежедневники, но недавно у меня появилась команда, с которой мы вместе делаем диджитал планеры. На данный момент у нас есть электронный ежедневник и трекеры для формирования полезных привычек. Мне очень нравится, что у нас получилось, и я с радостью использую их для планирования своего времени. Ежедневник и трекеры можно использовать не только в GoodNotes, но и в любых других приложениях, которые поддерживают формат PDF. Вы можете приобрести такой же ежедневник, как и у меня, в нашей группе ВК «Mori Planner» по ссылке в описании. Или просто подписаться на нас, так вы поддержите наш проект. Следующее приложение, которое я уже упоминала в этом видео, это Miro. Miro — это электронная доска. Её можно использовать для каких-нибудь групповых проектов, если вы учитесь или работаете, проведение занятий, если вы преподаете, к примеру, и даже для ведения конспектов. Лично я занимаюсь Miro финским языком со своей преподавательницей, и здесь она готовит для меня уроки. Как по мне, это очень удобно, потому что я знаю, что точно не упущу ничего важного, потому что все материалы с урока сохраняются на этой доске. Следующее приложение — это Duolingo. Очень популярное приложение для изучения иностранных языков, про которое вы уже, скорее всего, знаете. Лично я считаю, что с помощью этого приложения нельзя выучить язык на какой-то высокий уровень, но для повторения лексики и грамматических конструкций я думаю, что оно очень даже неплохое. Я обычно могу сделать пару уроков по финскому языку, пока еду в транспорте, в университет и обратно. После Duolingo у меня идёт приложение iBooks, которое, наверное, не требует каких-либо комментариев. Более того, я им практически не пользуюсь, так как все учебники чаще всего я скачиваю в GoodNotes. Оно лучше по функционалу, и, как я уже сказала, мне намного удобнее хранить учебники и конспекты в одном месте. Здесь вы можете увидеть у меня гугл-переводчик, куда же без него, и также папка с приложениями, которые мне тоже нужны по учёбе. Это, конечно же, диктофон, незаменимая вещь в университете, как я считаю, гугловские документы и таблицы, которые мне очень часто пригождаются, и два приложения с почтой. Следующее приложение — это просто находка для тех, кто изучает китайский. Оно называется Laushe. Здесь можно составить списки слов как самому, так и использовать готовые. Но самое крутое, что есть в этом приложении — это списки слов из учебников по китайскому языку. В этом приложении есть очень много учебников по китайскому, начиная от Контрашевского, Ивченко и учебников Каческей, заканчивая учебниками на английском языке, о которых вы, возможно, даже не слышали. Вы ищите по поиску свой учебник, выбираете его, и приложение выдает вам список слов по каждому уроку из выбранного вами учебника. Следующее приложение — это немалоизвестный Quizlet, но если вы по какой-то причине не слышали о нем, советую поскорее его скачать. Это приложение с флеш-карточками, с помощью которых можно изучать иностранные языки, как в моем случае, или любые другие предметы. И последние два приложения — это приложение для практики иностранных языков Tandem и HelloTalk. В них можно найти носителей языка для общения. Мне нравятся оба приложения, но, как мне показалось, HelloTalk пользуется больше людей, поэтому больше шансов найти иностранного друга именно в нем. Я надеюсь, что это видео получилось полезным, и вы узнали что-то новое. Напишите в комментариях, какими приложениями вы пользуетесь сейчас для учебы, и, возможно, я тоже узнаю от вас что-то новое. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь, и увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok